Олег Александрович, вот еще очень важный аспект, который хотелось бы с вами обсудить и услышать ваше мнение. Вот мы говорим русский язык, и вот не отличность формирования русского человека, да не только русского, а думающего, говорящего по-русски, так скажем. И вот эта уникальная, нам думается, способность, отличающая от многих других народов, способность русского подвига, к жертвенному подвигу. Мы сейчас до сих пор даже знаем эти образцы, когда в современных условиях молодые ребята вызывают огонь на себя, рискуют с собой, прикрывают товарища. Что происходит с человеком в этот момент, или что заставляет его, пренебрегая даже витальными доминантами мозга, принимать решение о своей жертвенности во имя чего? Что формирует нас такими? Вот русский человек, это человек, говорящий, как вы говорите, на русском языке, ну вот я ограничиваю это определенной территорией, ареалом, то есть средой формирования, которые создали определенные условия. В чем эти условия заключались? Это северный тип людей. Чем северный тип отличается от типа людей, вытесненных на береговую линию незамерзающих морей, где 50% населения проживает? Это сезонность жизни, это холод. Сезонность подразумевает культуру. Культура – это то, что нужно передать. Сезонность – это время и порядок, режим. Если у тебя круглый год одна и та же температура, и рыба круглый год вот тут вот около берега, тебе вот эта вот сезонность, она не очень беспокоит. Здесь сезонность и культура взаимоотношения с природой формируют определенный уникальный тип. Ты должен быть очень наблюдательным и нужно иметь историю, чтобы знать, что вот когда закат красный, значит, будет там ветер, когда вот эти опали, значит, выпадет снег. Это представляете, да, что это, вот я помните, говорил про мозг вот смотрящего и мозг это. И вот так же мозг, у которого все хорошо, и мозг, который вынужден вот учитывать вот эти все факторы. Он создал уникальный вот этот метаболизм. Это на уровне метаболизма особенности. Это метаболизм печеночный, то есть потому что выработка тепла, энергии – это основная потребность организма. Выработка тепла, энергии формирует уникальный, как бы уникальный метаболизм, в чем направлен? Так как энергия – это самый дорогой источник, ты не можешь позволить потратить энергию просто так. Ты не можешь взять и неделю, например, ничего не делать. Или там, ну или уйти куда-то. То есть ты обязан что-то делать, потому что это надо делать. Потому что если ты сегодня не выкопаешь там чего-то, то завтра будет поздно. Если не соберешь вот чего-то, значит поздно. Если ты за скотиной там не посмотришь, значит потеряете там корову. Пожар не потушишь, сгорит все. Ну и так далее, и тому подобное. Колодец не выкопаешь. Ну вот все, что ты делал, все, что ты делаешь, мало того, что касается твоей жизни, но еще и касается жизни тех людей, которые вокруг себя. Это формировал уникальный тип взаимоотношений, ответственности друг перед другом. Формируется такой тип отношений только в очень жестких климатических условиях. Потом еще был период, когда люди были вынуждены длительное время находиться в замкнутом длительном пространстве. Потому что зимний период нужно было это. Что последовало в другие типы отношений? Это усмирение, агрессия. Потому что, ну... Да, за просказ, долгое время. Вот, поэтому и тут отдельный пласт отношений. И вот получается, что такое подвиг? Подвиг – это понимание приоритета общественного перед твоим личным. Потому что семья больше, чем ты. Община больше, чем семья. То есть идет вот в этой парадигме. То, что органически неприемлемо там либеральной частью или западным подходом. Потому что там подход – личность. У нас личность – понимание, что личность сама по себе. Ну, во-первых, она... Знаете, вот это вся... Весь либерализм и феминизм заканчивается любой реальной ситуацией. То есть вот как только реальная какая-то ситуация, все сразу с феминизмом и с либерализмом заканчивается. Вот. Поэтому... А мы в этих условиях жили тысячелетиями. Формировала уникальный метаболизм. Это одна часть. На уровне мозга. Мозг – это нервная ткань, которая не закончила эволюцию. Ниже лежащие структуры мозга формировались в определенных условиях. И вот сформировалась какая-то часть нервной системы. Когда она уже становится в своем качестве чрезмерной, повторяется по простоте, она берет и усложняется, дублируя предыдущие. Ну, может, непонятно. Ну, понятно, да? И вот таких периодов было несколько. То есть наша нервная система демонстрирует вот этот эволюционный весь период. От простейшей до вот... На сегодняшний момент высшая форма мозга является высшая кора, вторая сигнальная система, которая с помощью речи может создавать изменения. Это уникальный эволюционный механизм. Как это работает? Это работает, что импульсы с нижележащих структур вверх уходят, увеличиваясь. Ну, например, я пример привожу хороший. Берешь там молотком по мизинцу, по ноге, стукнул. И тебе сразу... Ну, это Чехов еще говорил, что вся философия заканчивается гвоздем. И тебе там ни до философии, ни до любви, ни до коммунизма, ни до чего. Все. Вот у тебя там геморрой или там заноза. Это все. Потому что эволюционно это было обеспечено. А вот сверху, с вышележащих структур вниз, уходит по нисходящей, гасится. Ну, представьте обратную ситуацию, что не молотком вам по мизинцу ударить, а вам нужно так мобилизоваться, чтобы у вас палец на мизинце, ноготь отошел, например. Как стигматы. Это высшие проявления духовной мобилизации формируют стигматы, правда, не в тех местах, где нужно, но это уже другой вопрос. Это еще доказывает как раз сила воли, а не сила духа. И подвиг, возвращаясь к подвигу, это пример способности высшей коры, где люди взять под контроль самые сложные, витальные, это уникальный опыт эволюционного, который мы эволюционно получили, доказывающий способность мозга брать под контроль боль. Да, основной вопрос жизни и смерти. Ради других, ради идеи. Ну, у животных это есть. Мама может пожертвовать ради ребенка, даже отцом, так скажем. И может быть даже с собой. Ну, кукушки там, ну, разные варианты. Но вот так вот, в таком социальном плане подвиг демонстрируют. Дальше будут окна Авертона, когда говорят, вот каждый подвиг, это исправление чайной ошибки, это все понятно. Дело не в этом, а дело в нем, в нем потребности. Вот, что он способен принести себя в шерпу. Ради, и вот дальше уже вопрос, чего. Вот, поэтому суициды в этом плане, тоже, вроде бы суицид, это ведь то же самое. Человек вдруг выводит какую-то там, ну, все хотят какое-то требование. Просто так, спрыгнуть с крыши, как бы неинтересно. Все там, что-то, прошу в моей смерти винить клавука, или там, приемная ФСБ, или там еще разницы нет. То есть, все хотят не просто так погибнуть. Здесь понимание важности этого всего, и вот приемной, и клавы К, и подвига. Что любое живое существо, вот в этот момент, является вершиной эволюции. Все живые существа, предыдущие, умерли и погибли, для того, чтобы вот мы сейчас сидели с вами разговаривать. И если мы не продолжаем вот эту эволюционную преемственность, и она не развивается, то теряет смысл вся вот эта вот, все наши предки до самого, не колена там, а до самого вот последнего атома, который есть. и если есть такое понимание, то совсем другое отношение к отношениям, к воинам, вот вы говорили про женщин, там и про воины, там. Вот это понимание ответственности за будущее, это и есть основа миропонимания. И тогда все остальные вот вещи, которые промежуточные, наши личные, они вторичные. И пока вот эта парадигма наша личная, вторичная по отношению к общему не будет доминировать, то так вот оно и будет продолжаться. А как оно будет доминировать? Когда в этом, в этой парадигме будут воспитаны наши дети. А так как у нас сейчас государство, то это должно быть ответственности государства и государственные парадигмы. И тогда у этого государства будет преимущество перед другими государствами по умолчанию. Безусловно. Большое спасибо. Спасибо за вопрос.